Глава 68. Женитьба Самбы У Дурьотханы, сына Дритараштры, была дочь-невеста по имени Лакшмана. Эта царевна из династии Куру была украшена всеми добродетелями, и многие царевичи хотели жениться на ней. В таких случаях проводилась церемония Сваемвара, чтобы девушка могла сама выбрать спутника жизни. На церемонию Сваемвара, во время которой Лакшмане предстояло выбрать себе мужа, явился и Самба, сын Кришны и Джамбавати, одной из главных жен Господа Кришны. Его называли Самбой, потому что он был любимчиком матери и всегда находился при ней. Имя Самба означает «любимец матери». Амба значит «мать», а «са» предлог «эс». Столь необычное имя он получил, потому что ни на шаг не отходил от своей матери. По той же причине его часто называли Джамбавати-сута. Как мы уже говорили, все сыновья Кришны были достойны своего великого отца. И все же, несмотря на то, что Самба хотел жениться на дочери Дурьотханы, Лакшмане, то и вовсе не хотелось выходить за него замуж. Поэтому Самба силой увез девушку с церемонии Сваемвара. Дритараштра, Бишма, Видура, Аржуна и другие члены рода Куру сочли, что, похитив Лакшману, Самба оскорбил их. Все знали, что Самба был не по сердцу Лакшмане. Однако он силой увез девушку, не дав ей возможности самой выбрать мужа. Поэтому потомки Куру решили, что Самбу следует наказать. Они в один голос заявили, что своей дерзостью он попрал традиции их рода. Следуя совету старших членов семьи, они решили пленить юношу, но не убивать его. Они понимали, что теперь девушку нельзя выдать замуж ни за кого, кроме Самбы, потому что он уже коснулся ее. По ведическим традициям, если юноша касался девушки, ее нельзя было выдать замуж ни за кого, кроме этого юноши, и никто не согласился бы жениться на девушке, которая уже общалась с другим юношей. Бишма и другие старшие члены рода хотели взять в плен обидчика. Все Кауровы, особенно те из них, которые были великими воинами, объединились, чтобы проучить Самбу. Командовать этим небольшим сражением поручили Карне. Обдумывая, как пленить Самбу, Кауровы посовещались между собой и пришли к выводу, что, схватив юношу, они навлекут на себя гнев ядовов. Ядовы наверняка ответят на брошенный им вызов и вступят с ними в бой. Но затем Кауровы решили. Даже если ядовы выйдут сражаться с нами, чего они добьются? Разве могут ядовы сравниться с Кауровыми? Цари династии Куру властвуют над всеми. Ядовы же владеют своими землями только потому, что их пожаловали ядовам мы. Если мы схватим их сына, и они выступят против нас, мы примем бой, и как следует проучим их, тогда они покорятся нам, подобно тому, как чувства покоряются йогу, выполняющему пранаяму. Йоги-мистики учатся управлять потоками воздуха, циркулирующими в теле. В результате они подчиняют себе чувства и не позволяют им заниматься ничем, кроме медитации на Господа Вишну. Посоветовавшись с Бишмой, Дритараштрой и другими старейшинами династии Куру, и получив их разрешение, пятеро великих воинов – Карна, Шала, Бхури, Ягьякету и Дурьотхана – отец похищенной девушки, направляемый доблестным Бишма-девой, попытались схватить Самбу. Все они были махаратхами. В зависимости от умения вести бой, воины разделяются на махаратх, экаратх и радхх. Махаратхи могли сражаться в одиночку против многих тысяч воинов. Так, махаратхи из рода Куру объединили свои силы, чтобы взять в плен Самбу. Самба тоже был махаратхой, но ему пришлось одному сражаться с шестью другими махаратхами. Однако он не устрашился, когда увидел великих воинов из династии Куру, которые приближались к нему сзади, чтобы пленить его. Один, против всех кауровов, он развернулся навстречу им, скинул свой могучий лук и решительный, как лев, предстал перед врагами. Карна, шедший впереди отряда кауровов, закричал. — Эй, Самба! Почему ты бежишь? Остановись! Мы хотим как следует проучить тебя! Кшатрий, которому бросили вызов, не вправе бежать. Он должен сражаться. Поэтому Самба принял вызов и один вступил в сражение с кауровами. Как только он остановился, великие воины осыпали его градом стрел. Лев никогда не боится волков и шакалов, даже если они во множестве гонятся за ним. Так и Самба, прославленный потомок династии Яду, сын Господа Кришны, наделенный непостижимой силой, не испугался, а пришел в ярость, когда воины династии Куру бесчестно обрушили на него поток стрел. Сражаясь с ними, он показал свое незаурядное воинское искусство. Прежде всего он выпустил, пострелев каждого из шести воинов на колесницах, а затем четырьмя стрелами поразил четырех лошадей в каждой из упряжек. Вслед за этим он выпустил, пострелев каждого из колесничих и пострелев Карну и других прославленных воинов. Так Самба мужественно сражался один против шестерых Махарадх, и все увидели, насколько могуч этот юноша. Даже в пылу сражения они восхищались его чудесной силой, но боевой азарт возобладал, поэтому все вместе, хотя это было против правил, они вынудили Самбу сойти из колесницы, к тому времени уже разбитой. Четверо из шести воинов расправились с четырьмя лошадьми Самбы, один убил колесничего, а другой перерезал тетиву лука в руках Самбы, чтобы тот не мог дальше сражаться с ними. Так, после жестокой схватки, лишив Самбу колесницы, они с большим трудом смогли, наконец, взять его в плен. Гордясь своей победой, воины династии Куру забрали у Самбы свою дочь Лакшману и торжественно вернулись в Хастинапур. Великий мудрец Нарада немедленно сообщил Ядовым о том, что Самба схвачен, и поведал им, как все произошло. Узнав, что Самба был пленен шестью воинами в нечестном бою, Ядовы пришли в гнев. Получив разрешение главы династии Яду, царя Уграсены, они приготовились напасть на столицу Кауровов. Господь Баларама знал, что в век Кали люди готовы драться даже из-за пустяков, и все же он не хотел, чтобы два великих рода, Куру и Яду, воевали между собой, хотя они тоже испытывали на себе влияние Калиюги. Вместо того, чтобы сражаться с Кауровами, трезво рассудил он. Отправлюсь-ка я в Хастинапур и посмотрю, как там обстоят дела. Может быть, мне удастся предотвратить сражение и добиться взаимного согласия. Баларама полагал, что битвы можно избежать, если уговорить Кауровов отпустить Самбу, выдав за него Лакшману. Поэтому он тотчас же велел запрячь свою колесницу и отправился в Хастинапур, сопровождая им учеными жрецами, брахманами, а также некоторыми из старейшин рода Яду. Он был уверен, что Кауровы согласятся на этот брак и постараются избежать сражения с Ядовыми. Когда господь Баларама на колеснице выехал в Хастинапур, сопровождаемый брахманами и старшими членами семьи, он был подобен луне, сияющей среди звезд в ясном небе. Достигнув Хастинапура, господь Баларама решил не входить в город, а встать лагерем за городскими стенами в одном из окрестных садов. Затем он послал Уддаву к предводителям рода Куру, чтобы узнать у них, хотят ли они сражаться с Ядовыми или решить дело мирно. Уддава встретился с самыми влиятельными из Кауровов — Бишмадевой, Дритараштрой, Дроначарьей, Дурьотханой и Багликой. Оказав им подобающие почести, он известил их о том, что господь Баларама прибыл к городу и расположился в саду за городскими воротами. Вожди Кауровов, особенно Дритараштрой и Дурьотхана, возликовали, услышав об этом, поскольку знали, что господь Баларама — большой друг и доброжелатель их семьи, и их радости не было границ, и они сердечно приветствовали Удхову. Взяв все необходимое для достойного приема гостя, они вышли за городские ворота, чтобы торжественно встретить господа Балараму. Каждый из Кауровов, согласно своему положению, приветствовал господа Балараму. Они подарили ему много тучных коров и поднесли архью — воду, смешанную с медом, маслом, цветами и сандаловой пастой, и предлагаемую божествам во время церемонии арати. Зная, что господь Баларама — верховная личность Бога, они в великом почтении склонили перед ним головы. Они обменялись словами приветствий и осведомились о благополучии друг друга. По завершении этих формальностей господь Баларама торжественно обратился к Кауровам с такими словами. «Друзья, на этот раз я прибыл к вам как посланник, чтобы передать приказ могущественного царя Уграсены. Прошу с величайшим вниманием выслушать этот приказ и, не теряя ни минуты, постарайтесь исполнить его. Царю Уграсе неизвестно, что вы, воины рода Куру, не по правилам сражались с добродетельным самбой, который один противостоял шестерым и с большим трудом, с помощью нечестных приемов взяли его в плен. Когда мы все узнали об этом, нас это не очень встревожило, ведь мы находимся в близком родстве друг с другом, но не думая, что нам следует портить наши добрые отношения. Напротив, мы должны крепить дружбу и не вступать ни в какие распри. Поэтому прошу вас, немедленно освободите самбу, и пусть он предстанет передо мной вместе со своей супругой Лакшманой. Господь Гларама говорил требовательно и властно. В его голосе звучала сила, решимость и благородство, но предводители Кауровов не вняли его словам. Наоборот, они пришли в негодование и гневно заговорили. Послушайте только, какие слова! Должно быть, век Кали уже наступил, если даже Баларама произносит столь дерзкие речи. Слова и тон Баларамы оскорбительны. Таков уж век Кали, что сандалии, которым пристало быть на ногах, хотят, чтобы их водрузили на голову вместо шлема. Действительно связанные с родом яду и узами брака, мы позволяли яду вам делить с нами трапезу, ложи и кров, но они злоупотребили нашим великодушием, кем они были до тех пор, пока мы не пожаловали им часть своих земель и не позволили править. А теперь они пытаются приказывать нам. Мы разрешили ядовам пользоваться царскими веерами, раковиной, белым зонтом, короной, троном, ложем и многим другим. Они не должны были использовать их в нашем присутствии, но поскольку они наши родственники, мы не препятствовали им. А теперь они осмеливаются отдавать нам приказы. Довольно нам терпеть их дерзость. Впредь мы не позволим ядовам ни вытворять подобное, ни пользоваться символами царской власти. Лучше забрать их. Смею нельзя кормить молоком. От этого у нее только прибавляется яда. Теперь ядовы пытаются идти против тех, кто так щедро кормил их и поил. Они процветают благодаря нашим дарам и милосердию. И у них еще хватает наглости приказывать нам, как все это прискорбно. Никто в мире не может чем-либо владеть и наслаждаться без позволения Бишмы, Дроначарь, Ярджуны и других членов рода Куру. Как ягненок не может радоваться жизни, видя перед собой льва, так без нашего позволения даже полубоги в раю во главе с царем Индрой, не говоря уже простых смертных, не могут наслаждаться жизнью. Воистину, Кауровы слишком возгородили своим богатством, царской властью, знатностью и родством, семейными традициями, могучим войском и огромной империей. Они пренебрегли даже правилами приличия и в присутствии Господа Балрамы оскорбляли род Яду. Произнеся эти дерзкие слова, Кауровы возвратились в Хастинапур. Хотя Господь Баларама терпеливо слушал нападки Кауровов и наблюдал их неучтивое поведение, по его лицу было видно, что он пылает гневом и помышляет о жестокой мести. Весь его облик выражал такое негодование, что на него страшно было смотреть. Он громко рассмеялся и сказал «Верно говорят, что когда человек начинает гордиться своим родством, богатством, красотой и благополучием, он уже не хочет мирной жизни и всюду сеет раздоры. Такому человеку бесполезно давать добрые советы, говорить о том, что нужно быть почтительным к другим и жить со всеми в мире и согласии. Напротив, следует найти способ наказать его». Как правило, человек, опьяненный богатством, уподобляется животному. Нет смысла увещать зверя. Его можно усмирить только силой. Аргументум ад бакулум. Иначе говоря, заставить животное повиноваться можно лишь палкой. «Подумать только, как дерзки эти Кауровы!» — негодовал господь Баларама. «Я хотел уладить дело миром, хотя видел, как разгневан Ядовы и сам господь Кришна. Они уже собрались пойти войной на царство Кауровов, но я успокоил их и взял на себя труд приехать сюда, чтобы все уладить без кровопролития. А эти негодяи так себя ведут. Ясно. Они хотят войны, а не мира. Ослепленной гордыней, они все это время оскорбляли меня, понося рот Яду. Даже царь небес Индра подчиняется приказам Ядовов. А вы считаете царя Уграсену главу Боджи, Вришни, Антхаков и Ядовов предводителем жалкой армии? — Замечательно. Вы ни во что не ставите царя Уграсену, которому повинуется даже Индра. Но вспомните, сколь могущественны Ядовы. Они смогли унести с райских планет дворец Собраний и дерево Париджата, а вы по-прежнему считаете, что они не вправе приказывать вам? Неужели вы думаете, что Господь Кришна, верховная личность Бога, недостоин восседать на царском троне и повелевать всеми? Что ж, если вы действительно так думаете, то заслуживаете, чтобы вам преподали хороший урок. Вы решили, что будет правильно отобрать у Ядовов чамору, белый зонт, трон и другие атрибуты царской власти. Значит ли это, что и Господь Кришна, властелин всего мира и супруг богини процветания, не вправе пользоваться символами царя? Пыли с лотосных стоп Кришны поклоняются великие полубоги. Ганга несет свои воды через Вселенную, и поскольку она берет начало от лотосных стоп Кришны, ее берега стали знаменитыми местами паломничества. Господу Кришне служат божественные повелители всех планет, и они почитают за великое счастье осыпать свои шлемы пылью с лотосных стоп Кришны. Такие великие полубоги, как Господь Брахма и Господь Шива, и даже богиня процветания, даже я сам, лишь части духовной личности Кришны. Но вы, тем не менее, считаете, что он не достоин пользоваться царскими знаками и даже сидеть на троне? Как печально, что эти глупцы сравнивают нас, членов рода Яду, с сандалиями, а себя со шлемом? Нет сомнений. Вожди Кауровов утратили разум, опьяненные богатством и властью. Все, что они предлагали, — безумие. Их нужно как следует проучить и привести в чувство. Если я ничего не предприму против них, это будет неправильно с моей стороны. Сегодня же я избавлю мир от Кауровов, так что от них не останется и следа. Я сейчас же покончу с ними. Говоря это, Господь Баларама так разгневался, что казалось еще немного, и он сожжет дотла всю вселенную. Он встал, взял в руки свой плуг и принялся ударять им по земле. Отделив от нее Хастинапур, Господь Баларама плугом потащил его к стремительным водам Ганги. От этого весь город содрогался, как во время землетрясения, и казалось, что он вот-вот будет разрушен до основания. Когда Кауровы увидели, что их город с минуты на минуту обрушится в воды Ганги и услышали стинание своих подданных, они поняли, что произошло, и тут же пришли в чувство. Они сразу же вывели свою дочь Лакшману, а также Самбу, который пытался похитить ее. Самба шел впереди, а Лакшмана за ним. Члены Рудакуру предстали перед Господом Баларамой и, почтительно сложив ладони, стали молить Верховную Личность Бога о прощении. Наконец-то, образумившись, они сказали, «О Господь Баларама, неиссякаемый источник блаженства, Ты — хранитель и опора мироздания. К несчастью, все мы пребывали в неведении о Твоем непостижимом могуществе. О, возлюбленный Господь, считай нас последними глупцами. Наш разум совсем помутился, а сейчас мы явились перед Тобой, чтобы молить Тебя о прощении. Прости же нас. Ты — изначальный Творец, хранитель и разрушитель материального космоса, но Сам Ты всегда запределен Ему. О, всемогущий Господь, великие мудрецы говорят, что весь мир для Тебя — лишь игрушка. О, безграничный, Тебе подвластно все мироздание, и, как ребенок держит игрушку, Ты держишь на голове бесчисленные планеты Вселенной. Когда приходит время разрушить материальный космос, Ты вбираешь его в себя. Тогда остаешься Ты один в облике Махавишну, возлиращего на водах причинного океана. О, возлюбленный Господь, Ты явился на землю в Своем трансцендентном теле, чтобы утвердить повсюду во Вселенной закон и порядок. Ты превыше гнева, зависти и вражды. Все Твои деяния, даже если и Ты наказываешь кого-то, несут миру высшее благо. Мы в глубоком почтении склоняемся перед Тобой, ибо Ты — вечная верховная Личность Бога, обладатель всех богатств и всех энергий. О, Творец бесчисленных Вселенных, позволь нам пасть перед Тобой ниц и вновь принести Тебе почтительные поклоны. Отныне мы во всем покорны Тебе. Когда все самые выдающиеся представители рода Куру, от Бешмадевы до Арджуны и до Рьотханы, вознесли верховной Личности Бога о Господу Баларами эти молитвы, Господь тотчас смягчился и уверил их, что у них нет причин для страха, и им не нужно беспокоиться. В большинстве случаев, когда цари и кшатрии женились, свадебным торжествам предшествовали раздоры и сражения между семьями жениха и невесты. Когда Самба силой увез Лакшману, старейшины рода Куру были довольны, поскольку убедились, что он и вправду был для нее достойным мужем. Однако, чтобы испытать его силу, они вступили с ним в сражение и, нарушив правила ведения боя, пленили его. Когда Ядовы решили освободить Самбу из плена, сам Господь Баларама прибыл к Кауровам, чтобы уладить дело, и, как могущественный кшатри, велел им немедленно отпустить юношу. Кауровы, казалось, были оскорблены этим приказом и воспротивились Господу Балараме. На самом деле они хотели лишь увидеть, как он явит свое непостижимое могущество. После этого они с великой радостью отдали свою дочь Лакшману Самби, и все было улажено. Дурьотхана, который очень любил свою дочь, устроил для Лакшманы и Самбы пышную свадьбу. Он дал в приданой дочери тысячу двести слонов, каждому из которых было не менее шестидесяти лет, десятки тысяч великолепных скакунов, шесть тысяч колесниц, сияющих, как солнце, и тысячу служанок, украшенных драгоценностями. Господь Баларама, самый выдающийся представитель рода Яду, выступил в роли посаженного отца Самбы и с радостью принял приданное. Кауровы оказали ему великолепный прием, и он, очень довольный, отправился вместе с новобрачными в свою столицу Двараку. В Двараке Господа Балараму торжественно встретили многочисленные горожане, которые были его преданными и друзьями. Когда все они собрались, Господь Баларама поведал от начала до конца историю женитьбы Самбы, и все были изумлены, услышав, как Баларама заставил трепетать город Хастинапур. Слова Шукады Вагасвами свидетельствуют о том, что в те времена река, протекающая через Хастинапур в современной Нью-Дели, называлась Гангой, хотя сейчас ее называют Емуной. Джива Вагасвами и другие Ачарьи утверждают, что Ганга и Емуна — это одна и та же река, текущая по разным руслам. Часть Ганги, которая протекает через Хастинапур к Вриндавану, называется Емуной, поскольку она освящена божественными играми Господа Кришны. Ту часть Хастинапура, которая спускается к Емуне, в период дождей затопляет, и это напоминает всем о том, как Господь Баларама угрожал низвергнуть город в воды Ганги. Так, в книге Бхактиведанты «Кришна. Верховная Личность Бога» заканчивается глава 68 «Женитьба Самбы».